У нас уже продают тыковки. Сезон открыт. Хочу купить тыкву, потому что детки захотели эти капкейки с тыквой. Двойная тыква. Ничего себе. В прошлом году такой не было. Она реально двойная. Прикольно. Какую-нибудь такую за 10 возьму. Это даже большая, наверное, будет. Или вот такую. Такую. Да. Ну и ставим. Так. Здесь нам нужно написать. Все. Тыковка. Ну килограмм, наверное. Сколько килограмм? Семь. Может быть. Шесть-семь килограмм. Так. Хлебушек мы взяли свежий. Заехали в пекарню. Теперь едем домой. Такие у нас сегодня греночки на завтрак. Спускаюсь в подвал, чтобы найти чемодан для Маргариты. Получается, на два дня они идут в бассейн. Там они ночевать будут. В зоопарк пойдут. Еще куда-то пойдут. Так. Так. И мне нужно ей маленький чемоданчик. Вот только где-то все большие чемоданы. Все. Марго. Где Маргарита? Боня. Боня. Это я с ним. Последний раз с ним не стала. Ой, что такое фокус пропадает? И все. Можешь себе соберять чемоданчик. Тебе нужно полотенце. Не сильно большой? По-моему, у бабушки он поменьше даже. Ты думаешь, это удобно будет? Нормально. Точно? Ну смотри. Смотрите, что я получила. Ко мне пришла посылочка. Кто не знает, что это, это отбеливающие полоски для зубов. Кстати, я ими пользуюсь уже не первый раз. Третий раз я уже заказываю. Очень они мне понравились. Так как у меня была большая пауза, поэтому я заказала две коробки. Распакуем и сразу я покажу, как ими пользоваться. Это профессиональные полоски для отбеливания зубов. Райджел. Так вот выглядит коробочка. Кстати, они не только бережно и эффективно отбеливают зубы, но еще и удаляют зубной налет. Ну что же, я открываю это. Открываю они с той стороны. Вот так вот они открываются. Вот такие вот внутри с пластинками. Также они обладают антисептическим действием. Убивают бактерии в полости рта. Ну и освежают дыхание. Полный курс отбеливания Райджел состоит из двух коробочек. В каждой коробочке по 28 вот таких вот пластиночек. Использовать эти полоски нужно два раза в день, утром и вечером. Давайте сразу я наклею при вас, чтобы показать, как это все работает. Что очень удобно, когда вы приклеите их на зубки, не нужно ничего никуда сплевывать. Вы просто это проглатываете, вкус приятный, мятный. Очень удобно, например, если вы где-то в дороге, в машине или в автобусе, в офисе, на работе, не знаю, их просто приклеили. Все, и сама полосочка, она будет потихонечку растворяться. Я сразу достала две, чтобы наклеить на верхнюю, на нижнюю. Ничего не нужно смачивать. Слюной смочится и приклеится к зубам. Начинает растворяться и, в принципе, можно спокойно разговаривать. Приклеиваем на нижнюю, на нижние зубки. Теперь ждем, она уже начинает растворяться. Полосочку обязательно нужно ее загнуть, чтобы она у вас загнулась еще на ту сторону, на внутреннюю сторону. Видите, она уже начинает растворяться, ее особо не видно вообще даже. И ничего удалять не нужно, не протирать, не полоскать рот. Просто проглатываете и в течение 15-20 минут оно растворится вашей слюной. Такое ощущение, что я почистила только что зубы. Освежает всю полость рта. Полоски Раджел абсолютно не вредят вашей эмали. Они не содержат перекиси водорода или карбамида. Вместо перекиси используется запатентованный компонент Eurego HC. Продукция Раджел произведена в Великобритании и соответствует европейским высочайшим стандартам качества и безопасности. Ну что, я уже так понимаю, что у меня полосочки все растворились. На зубах ничего не осталось. Зубы гладкие. Налета на зубах нет. У меня такое ощущение, что я действительно почистила только что зубки. Если вы хотите долгосрочный эффект, то обязательно нужно пройти полный курс полосок Раджел. Могу сказать свой личный опыт. Отзыв об этих полосочках я пользуюсь не первый раз. Могу с уверенностью сказать, они работают и результат есть. Поэтому совершенно спокойно могу рекомендовать эти отбеливающие полоски. Также эти полоски помогают предотвратить образование зубного камня. Кстати, не так давно бренд улучшил формулу. Теперь отбеливание стало еще более эффективным. Кстати, ребят, у них сейчас проходит акция. На их официальном сайте можно приобрести целых три коробочки по цене одной. Если кто-то хочет протестировать, попробуйте купить одну упаковочку по супер-промо цене на Wildberries или Ozone. Еще хочу уточнить, что количество товаров по акции ограничено. Поэтому поторопитесь, кто заинтересовался, кто хочет попробовать, то лучше сделать это сейчас. Все ссылки я оставлю в описании под видео, как всегда. Переходите и приобретайте. Мне опять пришлось стирать полем. Второй раз. Что, получается? Пока тепло, солнышко, оно как раз высохнет за пару дней. Ксюша, а ты в лагерь готова? Ксюша не хочет в лагерь. Если бы Маргарита поехала, ты бы поехала? Да? Просто Маргарита не едет, поэтому ты не едешь. Все пятна отмыла, только теперь нужно его выжимать. Поэтому буду сейчас отжимать, как получится. Лео прошелся газонокосилкой, вот тут вот и все, залетела вся трава сюда. Пришлось опять всполаскивать и выжимать. Этот куст тоже отрастает хорошо. Смотрите, какие ветки. Все надо состригать. Субботник у нас сегодня. Конкретный такой субботник. Все, готово. Сейчас подожду, пока Лео прокосит вот здесь вот травку. И тогда поставлю шезлонги и сверху на них положу ковер, будет сушиться. Руки устали. Начали с ковра, заканчиваем мытьем дивана. Как всегда. Начнешь что-то убирать, в итоге убирать будешь все. Спитально решили все помыть сегодня. Нужно будет помыть окна тоже. Там столько пауков. Они там строят домики свои. Я из-за сувенду, Лео сувенду. Ты убираешь? Не убираешь. В гнездоле я его разрушил. Они потом к нам домой заползают. Мы чуть-чуть открываем окошко. Они через щелку все нам домой ползут. И бассейн, скорее всего, все-таки мы уберем. Сегодня или завтра. Потому что, видите, солнышко на него не попадает. Уже оно уходит в другую сторону, сдвинулось. Она не прогревается. Даже если хорошая погода, солнце не попадает. Поэтому смысл держать его смысла нет. Так, ну что. Я уже начала сливать воду с бассейна. Сейчас их все затопит. И открывается. Как быстро уроки сделала? Ну-ка, давай проверим. 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 Точно? Так, давай показывай, что у тебя тут. Сделала. Это сделала и все? Да. Это английский? Нет, это немецкий. Это дац. А, это немецкий. Все правильно? Да. Еще что? Ничего. Больше ничего? Окей. Все, это удобно. Портфель. Полотенце тебе дать? Или ты свое возьмешь? Как свое? Ну, свое розовое возьмешь или тебе другое дать? Другое. Другое? Не сильно большой, не сильно маленький. Я завтра в рюкзак положу. Почему в рюкзак? Потому что мы потом оставим чемоданы там и рюкзак с собой не сделаем. А, когда пойдете в бассейн, ну да. Шлепки надо? Наверное, надо. Потому что там скользко в бассейне. У меня еще сегодня в планах фотосессию сделать. Видите, такой вот бегемотик у меня еще получился. Кто-то там в комментариях писал, бегемотика сделайте. Вот. Бегемотик. Еще хочу мишку попробовать. Бегемотик, зайка и котик. Такая вот дружная компания. Зайца я уже фотографировала, а теперь нужно котика и бегемотика. Вот так вот. Что, готовы? Пошли. Ты тоже один. Я не знаю, где мои ролики. Там только папины ролики, они мне большие. А, вот что. А мои там только коньки. Бассейн так медленно спускается. Хотя уже, смотрите, меньше половины. Меньше половины уже. И здесь целое озеро. Но оно потом стекает туда вниз по трубе. Не устанешь? Мне кажется, вы до конца не доедете. Ой. Тут такая кукурузка уже большая. Какие большие. Не сильно жарко. Солнышко светит, но ветерок прохладный. Макс у нас теперь еще и на хоккей ходит. Поэтому он учится практиковаться, кататься на роликах. В хоккее они играют на роликах там возле школы. Бесплатный курс. Один раз в неделю. Ну, хотя бы так найти для разнообразия. Только ему еще защиту надо купить. Опа, опа, опа. Давай. Давай, давай, учись кататься. Учись, учись кататься. Еще одно кукурузное поле. Там где розовое, вот это желтое-розовое здание, там заправка. Мы до туда всегда доходим и обратно. И еще одно кукурузное поле. Так, все, доехали мы до нашей точки. Присели отдохнуть, сейчас обратно пойдем. Вот так. Так будем, да. Что так же будем? Да. Попила? Да. И кофе поехали. Ручкой помахал, видела? Что? Я же говорю, ручкой помаши, он тебе помашет. Все, поехали обратно. Папа нам купил помороженки, фруктовый лед. Макс уже не выдержал, он в носках идет. Всю дорогу почти. Нет, полпути прошел. Что, я сейчас буду проводить фотосессию для своих игрушек. Это у меня фон. Буду выбирать фон. Есть у меня вот такой. И есть, он двухсторонний. Ты играть пришла? Иди вам, Ксюша скажи, чтобы с тобой играла. Другая сторона, тоже такая, как под камень. Здесь вот такой вот, типа мрамора. Тоже симпатичный. И с другой стороны тоже такая, как плитка. Так. Вот такой вот есть фон с тенью. И вот с этой стороны тоже тень. Вот. И вот такой вот фон тоже я очень часто использую. И вот этот вот. В общем, сейчас я не знаю, какой лучше. Деревянный. В общем, посмотрим, что подобрать. Ну, у меня котик получился немножко меньше. Потому что я вязала прям очень в этот раз плотно. По-моему, даже у меня был крючок поменьше. Я ошибаюсь с крючком. Видите, получился чуть-чуть меньше на несколько сантиметров. В общем, такая вот у меня композиция получилась. Еще накидала таких пушистеньких шариков. Так вот, в разброс. И на фоне стоит лаванда. Думаю, достаточно будет. А? С тобой никто не играет? Иди. Есть такая вот гирлянда. Опа. Сейчас на ею тоже что-нибудь украсим. Водичку мы слили. Сегодня не буду убирать бассейн. Потому что его нужно мыть хорошенько. Там дно все грязное. Потом завтра буду делать. Сегодня шуметь нельзя. Смотрите, какой у нас сегодня закат. Кисуня пришла поесть опять. Он уже не такой худой. Заметила? Угу. Почему не разоглатусь гладишь? Не знаю. Бока у него пожарнили немножко так. Вот тут вот. Пузико. Смотри, какой он стал. Угу. Смотри, какой он стал. Ужеховый. Вообще был костлявый. Прям позвоночник видно было. Ты в лагерь готова? Нет. Вещи собрала? Ну, поеду. Подумай, может поедешь. Нет. Подумай. Угу. Угу. Маргоша уехала. Сейчас приедет скоро. На папином велосипеде уехала. Погулять. Давай, иди ешь давай. Мяу. Филька прибежал? А, тут закрыто. Окно закрыто. В общем, все по минимуму она взяла. Там носочки, футболочки, курточка на всякий случай. Вообще-то будет жарко. Это шлепки, там они в бассейн пойдут, косметичка. Там у нее крема, зубная паста, щетка, все такое. Все. В принципе, ей на два дня много вещей не нужно. Полотенце там сменное. Это одежда и все. По минимуму все. Так что... Ксюша в лагерь не едет. Ксюша остается дома. Ни в какую не хочет, но и не надо, значит. Ей там будет некомфортно. Зачем ехать в лагерь, когда тебе не хочется, когда у тебя нет желания. Это просто мучиться там сидеть и ждать, когда эти дни закончатся, а когда ребенок пойдет домой. Она уже один раз ездила, так что ничего страшного, думаю, не будет, если она один раз не поедет. Так, давайте зубки чистим. Премия 9. Ралина Макси. Зубы чистим. Все, волосы высушили, искупались. Посмотрите, какие у нее уже длинные волосы. Ну-ка встань. Я думаю, немножечко подровнять ей. У нее тут такие сухие кончики. Живот получается ниже попы. Ниже попы волосы. Шампунькой пользуются обычно. И бальзам. Эльсеф, по-моему, называется. Все, уже ничего. Сейчас скажет, мама, я забыла уроки сделать, как всегда. Точно сделала? Да. Смотри, я не проверяю. Надо что-то найти. Что надо найти? Это должно в пенале лежать.